Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Арабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. В этом году к курортному сезону для анапчан и гостей города тоже есть своего рода подарок. Готовимся к сезону. Как город преобразится к лету и какие сюрпризы ждут туристов. Мне очень понравилось. Я первый раз увидела чемпиона. Первый раз с ним особенно зарядку сделал. Утро будущих чемпионов. Сенсей карате провел зарядку со школьниками джигинки. Нужно потрудиться. Потрудиться и заработать этот праздник. Грядет светлое Христово Воскресенье. Как правильно подготовиться и отметить Пасху. Новая аллея в Ореховой роще. Глава города вместе с предпринимателями Анапской торгово-промышленной палаты высадили молодые орехи в любимом месте отдыха жителей и гостей курорта. Юрий Поляков поблагодарил анапчан за инициативу и подчеркнул. Ореховая роща – изюминка нашего города. Надо сохранять парк в его лучшем виде. У нас вообще Ореховая роща – такое знаковое место. Место такого опритяжения как отдыхающих, так и местных жителей. Даже сегодня с утра можно увидеть много людей, которые тут гуляют. И мы все вместе с вами внесем леп туда, высадив новые грецкие орехи. Потому что у кого-то есть сосновая роща, у кого-то дубовая роща. А в Анапе такое знаковое место – это Ореховая роща. Ну давайте этим и займемся. Саженцы приобрели анапские предприниматели. Чтобы деревья лучше прижились, подготовительные работы провели специалисты зеленстроя. Себе и гостям оставили несложную, но не менее почетную работу. Юрий Поляков помог посадить сразу несколько ореховых деревьев, затем стал подкладывать в ямы символические деревянные монеты. Их принес владелец ремешленной мастерской. На удачу. Здесь же анапские бизнесмены предложили установить скульптуру с орехом. Глава города идею поддержал. Мы когда начали рассматривать архитектурные формы, мы поняли, что нет никакого смысла брать архитектурную форму с Саратова или с Питера. У нас все стоит. Люди приезжают и не знают. Туда что-то думать свое. Сколько? Ну есть там предложения, но вот предложения грецкий орех не было. Не было. А для Ореховой рощи это самое. Это наше историческое такое. Да, место такое. Последние 3-4 поколения все это знают. Всего в Ореховой рощи появились 42 новых дерева. Шефство над парком в Анапской торгово-промышленной палате обещают продолжить. Такая работа – часть взаимодействия с муниципалитетом, которое в организации считают конструктивным. Муниципалитет наше предложение слышит. По всем обращениям торгово-промышленной палаты с конкретными вопросами, по конкретным предпринимателям вопросы разрешаются максимально быстро. И с какими-то концептуальными проблемами муниципалитет идет в первую очередь к нам. По словам Игоря Ткачука, сейчас идет разработка концепции развития торговой отрасли курорта при участии в том числе экспертов торгово-промышленной палаты. Освободятся ли в итоге места под новое зеленое насаждение, покажет время. Тем не менее, уже со следующего понедельника предприниматели будут выбирать следующую точку, где будущей весной появятся молодые деревца. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Где и когда будут отремонтированы дороги в городе и сельских округах? Как идет реализация программы «Комфортная городская среда?» На каком этапе подготовка города к майским праздникам и началу курортного сезона? Об этом интервью заместителем главы Анжеликой Бузуновой. Анжелика Анатольевна, в городе и сельских округах уже начался ремонт дорог. К нам в редакцию поступает очень много вопросов, очень много звонков от жителей. Кто вошел в план, когда у меня начнется ремонт, где можно посмотреть график? Где на самом деле можно познакомиться, где что у нас будет ремонтироваться? У нас есть несколько контрактов на ремонт дорог в нашем муниципальном образовании. Один из них – это большой контракт, который связан и с подъездными путями к чемпионату мира. И в то же время, учитывая чемпионат мира, в этом контракте есть дороги, которые находятся непосредственно в самом городе. Это улица Шевченко частично, это улица Самбурово частично, это улица Ленина. Вы, наверное, видите, сейчас поднимаются люки, фрезуются, готовятся к ремонту дорожного покрытия. Это улица Объездная, это все подъездные пути Витязева, Ванапской к тренировочным площадкам. Это то, что касается первого контракта, и он будет выполнен до 15 мая этого года. Второй контракт у нас есть – это ямочный ремонт на территории муниципального образования, то есть всех сельских округов и непосредственно города. Как раз вот здесь много вопросов. К ямочному ремонту приступили в соответствии с графиком три дня назад. Тоже это частично улица Ленина, это улица Владимирская, Астраханская, то есть все, что города касается. Сейчас мы делаем в первую очередь, это делаем для того, чтобы мы могли выйти, вы уже, наверное, видели, мы вышли на разметку в центре, там, где нет ям. Там, где мы сейчас делаем ямочный ремонт, мы выйдем после этого на разметку дорожной части. Далее, ямочный ремонт будет продолжен и в сельских округах, то есть у нас есть от глав сельских округов списки особо нуждающихся улиц в ямочном ремонте. Эти улицы тоже все в соответствии с графиком будут выполнены. Ямочный ремонт у нас контракт до конца ноября месяца, то есть мы ямочный ремонт в течение всего года будем делать. Человеку нужно подойти к себе в администрацию и задать вопрос главе, есть ли в списках моя дорога. Конечно, это все, что касается ямочного. Еще один у нас контракт скоро будет заключен, в настоящее время аукционная документация висит на сайте, проходит процедура подготовки к аукциону, там будет конец приема заявок, потом начнется аукцион. Значит, там порядка 45 миллионов сумма этого аукциона. Это ремонт дорог в сельских округах в основном и несколько дорог, таких, например, улиц, несколько, таких, как, например, промышленная, вся улица промышленная в этом году у нас попала в аукцион. Промышленная Астраханская в городе, все остальное это сельские округа. Тоже в соответствии, там можно посмотреть, можно выйти на сайт, там висит техническое задание, висит сметы, там все видно, какие улицы, какие объемы, какие суммы, какие улицы в щебне, какие улицы в асфальте. То есть все это доступно. То есть вот в течение года у нас три контракта будет на ремонт дорог. А что еще делается в городе и сельских округах, ну вот помимо ремонта дорог? Ну, на сегодняшний день это полностью подготовка идет, это благоустройство, то есть это озеленение территории, это покос. Подготовка идет фонтанов к открытию, мы планируем до 15 апреля, чтобы наши основные фонтаны заработали, так как погодные условия это позволяют. То есть мы активно готовимся к предстоящим праздникам, 1 мая и 9 мая. Как Вы оцениваете, вот тоже одна из, ну уже достопримечательностей города, это ограждение набережной. Как Вы оцениваете ее практичность? Ну, я считаю, что это очень практичный материал. Во всяком случае, все те характеристики, которые мы изучили об этом материале, они говорят только в пользу этого материала, из которого изготовлено ограждение. Поэтому я считаю, что для нас очень важно, что этот материал не подвергается коррозии, этот материал не нужно окрашивать ежегодно. Поэтому я думаю, что он себя покажет очень даже с хорошей стороны. И к вопросам безопасности в городе. Сейчас активно идет обновление разметки и вот особое внимание обратил на пешеходные переходы. Причем, насколько я понимаю, там есть определенная специфика. Красится на два раза, причем краска какая-то особенная. Что планируется, какие сроки и что планируется обновить? Правильно вы говорите. Мы со вчерашнего дня приступили к выполнению этих работ, потому что эти работы начинаются при определенных погодных условиях, при определенной температуре асфальта. Вот в противном случае краска просто не держится. Это специализированная краска в соответствии с ГОСТом приобретается на специализированных предприятиях. Пешеходные переходы наносятся нашим предприятиям МКУ «Ремстрой». Для того, чтобы меньше тратить бюджетных средств, мы это делаем своими силами. Осевые разметки будет наносить специализированная организация. В общем-то мы ежегодно обновляем весной при наступлении благоприятных условий разметку. Я планирую до 20 мая, так как это еще связано с последним звонком, мы обязательно все это обновим и около школ, садиков, всех учреждений социальных. В общем-то мы, как правило, до 20 мая заканчиваем полностью работы по разметке. Теперь еще я хотела бы сказать вам по бордюрной разметке. Вы, наверное, обратили внимание, что в последние годы у нас была разметка бордюров. Но, к сожалению, это не совсем, это красиво в первую неделю, а потом это приобретает не совсем ухоженный вид. Когда в течение использования, эксплуатации и какая-то пыль попадает, и грязь, и, в общем-то, краска имеет свойство нарушаться. Мы в этом году приняли решение и в центре города, мы сегодня уже начали эти работы, мы окрасим бордюры в единый серый цвет. Краску мы уже подготовили. Естественно, это не масляная краска, это специализированная краска, тоже дорожная. Поэтому вот сегодня начались уже эти работы, у нас будут единообразные, но свежие, чистые бордюры. Интересно. А как идет реализация программы «Комфортная городская среда»? Тоже в этом году, во второй половине года мы будем активно заниматься этим, я имею в виду, это уже будут общестроительные работы. На сегодняшний день мы получили сметы от проектировщиков, и мы сейчас в процессе прохождения экспертизы, проектно-сметной документации в краевом предприятии. Как только мы пройдем экспертизу, получим положительное заключение экспертизы, что предположительно будет в середине мая, мы объявим аукцион. И, в общем-то, после того, как будет выбран подрядчик, мы приступим к этим работам и планируем до конца октября завершить эти работы. Вошло 22 дома, 10 дворов, и 2 общественные территории сейчас рассматриваем. В соответствии с финансированием мы посмотрим, на что хватит. В первую очередь мы, конечно же, отдадим средства на дворовые территории для наших жителей. И посмотрим по цене, какая из этих двух территорий, которые у нас победили, чуть дешевле будет. Что по цене подойдет, в этом году будет обязательно выполнено. То есть осталось ждать совсем немного? Совсем немного, да. С июня месяца, я думаю, в середину июня мы уже приступим к реализации. А как идет работа по созданию музея военной техники? Да, в этом году у нас, мы подготовили действительно тоже такой сюрприз для жителей и гостей. Мы создаем музей военной техники на Симферопольском шоссе. Это въезд и выезд в город. То есть даже те, кто не смогут посетить, например, его, но проезжая, обязательно каждый практически приезжающий в город, въезжающий, выезжающий, все увидят. Вот, на сегодняшний день мы уже отсыпали 8 площадок под предполагаемую технику. Также мы там сейчас отсыпаем территорию стоянки для автомобилей и автобусов и дорогу. Но мы не только ее отсыпаем, на следующей неделе мы приступим к кормированию и бетонированию всей этой территории, площадок и стоянки с дорогой. И этот бетон еще будет отшлифован, будет делать это все специализированная организация, отшлифован. То есть это будет долговечно, эстетически очень привлекательно. В общем-то, числа с 25 мая мы готовы будем для завоза уже техники. У нас вот недавно прошел Секубанский субботник. Как вы оцениваете его итоги и вот насколько активное население включалось в работу по наведению порядка? Ну, очень активное было участие в этом году, как никогда. Может быть сказалось, что погодные условия были очень хорошие в этот день, но очень много поучаствовало наших ТОСов, улицы и там, где частный сектор. Люди выходили, люди очищали все свои придворовые территории, в сельских округах очень активно участвовали. В общем-то, в этом году очищено территории, ну, я хочу вам сказать, наверное, процентов на 30 больше, чем в прошлом году. Выходили на поля и здесь, и в 3Б микрорайоне, все лесополосы. Но это у нас не только один день. Вообще, это объявлен же месячник, субботник месячный всекубанский. Поэтому каждые практически 2 недели мы будем выходить на зачистку территории. В общем, у каждого еще есть шанс поучаствовать и ввести свой вклад в наведение порядка в городе. Как она подготовится к курортному сезону? Что уже сделано? Что еще в планах? Чем может быть удивить туристов в этом году? В принципе, то, что я рассказываю, это и есть подкодовка к курортному сезону, да? Я думаю, что к нам много гостей приедет в город. Поэтому в основном мы готовимся сейчас к этому. Вы видели, что у нас заканчивается асфальтирование дорожки на Пионерском проспекте. Сейчас мы выйдем с благоустройством вдоль этой дорожки. Заасфальтировать это же полдела, правильно? Построить саму дорожку. Теперь мы будем подсыпать грунт, подсыпать траву, сеять, благоустройство вокруг этой дорожки. Нанесем разметку велосипедную, установим знаки. В общем-то, эти работы, это то, что касается велосипедной дорожки. Далее. У нас в этом году к курортному сезону для анапчан и гостей города тоже есть своего рода подарок. Мы установим новую въездную стеллу со стороны Новороссийска. В настоящее время уже залили фундамент для нее в течение недели. Он будет стоять в соответствии с нормами, которые предусмотрены. И после этого будет уже монтаж непосредственно самой стеллы. Она будет цветовая, с серьезной подсветкой. А стелла будет большая, 6-метровая. Ну, в общем-то, я думаю, что гостям и жителям очень понравится. Мы активно, еще плюс к тому, что мы делаем обычно, активно мы, может быть, вы заметили, декоративно освещаем улицы. В этом году мы заменили освещение на Симферопольском шоссе. Установили освещение декоративное на улице Шевченко. Сейчас мы готовим уже макеты. Также мы осветим улицу Промышленную Чехова. То есть не саму улицу Чехова, а вот этот поворот Промышленная Чехова от Анапского шоссе по объездной и до улицы Астраханской. То есть это тоже въезд в город, можно сказать, альтернативный. Если наши гости, например, приезжают с Анапского шоссе, въезжают сюда и поехали в сторону Утреша, они точно так же будут видеть эту иллюминацию. Спасибо большое. Главное, чтобы у вас хватило сил. Спасибо. Без огромного объема работы сделать. Удачи вам. Спасибо. Как украсить свой дом к празднику, новчане смогли узнать на благотворительной ярмарке «Помощь детям». Выбрать недостающий элемент декора можно было из тысячи детских подделок. Желающий приобрести эксклюзивное украшение вносил любую денежную сумму на свое усмотрение. Организаторами акции выступил благотворительный фонд «Край добра». Все вырученные на ярмарках средства будут потрачены на помощь детям с нарушением слуха. Каждая подделка уникальна. Они выполнены руками детей из школ и детских садов. Уже в первые минуты на театральной площади собрались десятки человек. По словам покупателей, все вещи займут достойное место в доме. А любители рукоделия могут освоить новые техники. Если люди интересуются, как это делается, объясняем, рассказываем, что и как делается детьми вместе с воспитателями. Тут вот из макарон, из поделок. Детки делают папье-маше. Мы разучились, наверное, какие-то делать добрые дела. И вот нужно, мне кажется, чаще их делать. И я вот просто от души все это делаю. Мне очень это приятно. И я знаю, что у меня на много-много лет сохранятся эти вещи. У меня будут передаваться, может быть, из года в год. И мои дети, и внуки будут, может быть, ими пользоваться. Благотворительная ярмарка приурочена к краевую акции «Пасхальный звон». Она пройдет на территории всех анапских школ и детских садов до 15 апреля. Совместно с отделом по делам молодежи инициаторами выступили волонтеры из благотворительного фонда «Край добра». За два года они смогли помочь десяткам детей побороть свои болезни. Все средства, вырученные в этом сезоне, пойдут на помощь детям с нарушением слуха. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. В храме преподобного Серафима Саровского подходит к концу подготовка к Пасхе. Фасад здания преобразился после воодружения иконы из натуральных камней, а из пекарни доносится запах свежих куличей. Пасха Христова – важнейший праздник для православных верующих. В эти дни в городе совершается крестный ход, а прихожане присутствуют на большинственных литургиях. Как правильно отмечать Пасху и подготовиться к ней дома, узнала наша съемочная группа. Новая партия томится в печи. К завтрашнему дню приготовили около тысячи куличей. Елена Богдановна работает в приходской пекарне 11 лет. Говорит, всегда начинает выпечку хлеба с молитвы. На кухне даже есть своя, как ее прозвали в народе, хлебная икона. Копия списана с оригинала. По легенде, чудотворную икону Богородицы нашли в Соловках за печкой. Тогда в город впервые завезли зерно после страшного голода. Однако секрет вкусных куличей заключается не только в способе приготовления, но и в выборе ингредиентов. Натуральные продукты используют обязательно молоко, яйца, масло, сахар, мука, мука высшего сорта. Никаких рыхлителей, никаких дополнительных там, ничего мы не добавляем. Это принципиально. Также и мастика у нас, сахарная пудра и белок. Все. Люди попастились, праздник, радость, разговляются. Едят что-то очень вкусное. Кулич – это традиция прежде всего. Пасха Христова – самый главный праздник православной веры. Основное действие начинается уже в субботу. С полудня до восьми часов вечера в храмах освящаются праздничные угощения. Также в Великую Субботу совершается божественная литургия. По словам священнослужителей, Пасха – это не только праздничный стол, но и тщательная подготовка. Нужно потрудиться, потрудиться и заработать этот праздник. Легче всего съесть за столы, освященные куличи, освященные яйца с праздником Христос Воскресе. Но это все внешнее. Это все обрядовая сторона. Внутренняя сторона должна прочувствоваться. И внутренней стороной этого праздника нужно жить. Каждый год перед праздником территорию храма стараются облагородить. Значимым для прихожан событием стало водружение иконы преподобного Серафима Саровского на фасад здания. До сегодняшнего дня лик святого был изображен на ткани. Теперь здесь располагается икона из натурального камня. Флорентийская мозаика – так называется техника. Десятки кусочков выпилены из цельных пород, таких как гранит, малахит и янтарь. Икону сделали мастера из Краснодара всего за один месяц. Остались последние штрихи. Теперь настоятели будут ждать анапчан в стенах храмов и готовятся к проведению божественной литургии и пасхальному крестному ходу. Сегодня для учеников школа номер 19 села Джигинка утро было необычным. В гости к ребятам вместе со своими воспитанниками приехал известный мастер восточных единоборств Александр Ким. Как прошла зарядка с чемпионом, узнала наша съемочная группа. Александр Ким – один из основателей анапской школы контактного карате. Вот уже почти 20 лет он возглавляет это движение на курорте. На эту встречу сенсей приехал вместе со своими воспитанниками. Мероприятие получилось массовым. Почти 300 школьников узнали, с чего начинается утро у настоящих чемпионов. Мне очень понравилось. Я первый раз увидел чемпиона. Первый раз с ним особенно зарядку сделал. Вообще так понравилось. Мне больше всего понравилась зарядка. По часу бы проводились такие эмоции, словами пересказать невозможно. Было очень круто. Визит известного спортсмена в село Джигинка не случайен. Это первое знакомство с ребятами. Сейчас Александр Ким вместе с руководством Джигинского сельского округа рассматривают вопрос об организации бесплатной секции восточных единоборств на базе школы. Я очень надеюсь, что при поддержке главы муниципального образования города Анапа Юрия Федоровича Полякова мы обязательно добьемся того, чтобы сделать здесь отделение нашей школы. Потому что здесь есть и желание, и потенциал, и дети. Все необходимое для полноценной работы здесь есть. Поэтому мы рассчитываем и надеемся. И конечно же это все будет тормозить. Юрий Федорович Поляков очень поддерживает спортсменов. Он очень трепетно относится к нашей работе, к нашему труду. И я думаю, что у нас все получится. Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого человека, особенно школьника. И как показалось сегодняшнее утро, большинство, по крайней мере, этих ребят выбирают спорт. Руслан Душевский, Анапа-регион. Далее прогноз погоды на выходные дни. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 7 и 8 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 16 градусов. Ночью прохладнее – 10 выше ноля. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы сюда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова